Девушки отдыхают Сегодня у нас в гостях работник социальной службы нашего района Тимур Аркадьевич Тимур Аркадьевич хочет рассказать вам о том, что они придумали эксперимент Да, они предлагают очень интереснейшее и благороднейшее занятие для молодых людей Ухаживать за пожилыми и одинокими людьми Это она себя имеет ввиду? Ну, есть желающие Тимур Аркадьевич хочет добавить, что эта работа неплохо оплачивается Ну, вот и пришли Я сошла с ума, или мы пришли к тебе домой? А вы уверены, что нам сюда? Ой, да, ошибся Вот видите Вот, вижу Кто там? Это из соцзащиты? Вы нам заявку подавали, как одинокая, нуждающаяся Да, это я Очень одинокая и очень нуждающаяся Ну, теперь это все позади С сегодняшнего дня вам будут помогать две милые девушки Здрасте Жизнь иногда выпускает жало Стирая прошлое, словно вирус И хоккеист тоже нас бежала И на работе полнейший минус Но наш герой не сдается Слезы утри По жизни идет и смеется Вот он, смотри Он самый счастливый из нас Избраны небесами Он вам не старый баркас А фрегас с парусами И в чем же причина тогда Две обычные строчки Ждут его дома всегда Его папины дочки Пара-па-па-па-па-па-пам Его папины дочки Пара-па-па-па-па-пам Его папины дочки Вас не раздражает, что кран все время капает и капает? По-моему, это невыносимо Невыносимо? Это когда в школе на мозги капают Мне, между прочим, через час на работу Директриса зачем-то вызвала меня в школу Вот что ты сейчас сказала? Я вот из-за этого грохота ужасного ничего не слышу А вот если бы был папа И что бы папа сделал? А папа? Папа, например, мог бы положить тряпочку В раковину, чтобы меньше было слышно Как капает Вот Ну, папа у нас просто мастер на все А моей фантазии хватило только на то, чтобы вызвать сантехника Сантехника? Да, а что? Я в Канаде всегда так делала Так из Канады бы сантехника и вызвала Так реально бы быстрее получилось А вот и сантехник А вот и сантехник А вот и сантехник А вот и сантехник И никаких проблем Понял Мам, еще не поздно позвонить в Канаду Ой, какие девочки воспитанные Пришли, сразу обувь сняли Сейчас я вам тапочки достану Нас бабушка приучила А вот у меня-то внучки-то и нету Отдать, Алешенька Ну, думаю, что с девочками вы поладите А я еще вечером к вам загляну А, чуть не забыл В своем заявлении вы написали, что очень больны А что вас беспокоит, простите? А, радикулит Ой Острый, острее не бывает Вот согнулся, не разогнуться Я не знаю, что все так серьезно Знаете, я, пожалуй Я, пожалуй, останусь у вас на весь день Останетесь? Ну, конечно Если что Подстрахуй девочек Да и вам веселее будет Ой Веселее, это не то слово Бабаренька А что ты за цинцегомедию ломаешь, а? Я бы даже сказала, трагедию Нет Это соцзащита Она всем помогает У них теперь эксперимент на доверие Никаких справок не надо Он же хриво сказал, что вообще ходить не может Я же так уже, что ли Пусть государство на меня погорбатится Как я на него сорок лет Черт, ты что теперь Весь вечер так ходить, что ли? Да, бабушка Придется погорбатиться Чтоб государство погорбатилось на тебя А где директриса? Она сказала, что здесь будет Жди, сейчас придет Проверить, как я здесь убрался Она же мне только не за красивые глаза поставила Я так на работу опаздываю Мне магазин через полчаса открывать Эх, вот бы мне такую работу Кругом гири, штанги, гантели Как дома О, Васнецова Васнецова Почему я должна придумывать Как тебе получить хорошую оценку по химии? А я не... Ой, ладно, ладно Васнецова, не благодари Я уже придумала Сегодня ты будешь выступать На районных соревнованиях За нашу школу Сегодня? Да А я сегодня не могу А почему? А... 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 А у меня... А у меня травма Голеностопа Васнецова Да Я в окно видела, как ты бежала в школу Совершенно жалею своего этого голеностопа Конечно-ка А где ты мне в школе Илья Стол уронил на ногу Ли Байкин Я тебе тройку поставила Для чего? Для того, чтобы ты школу медалей лишал? М? Ты не мог кому-нибудь другому уронить? А он сказал, что больше так не будет Да Ну, хорошо, хорошо, Васнецова Ну, чтобы городским соревнованиям выздоровела Да? Да А ты, Бали Жайкин Убирай кабинет И марш Домой учить химию Потому что завтра на уроке, прости господи Тебя обязательно спросят За мной Я, наверное Пойду Не беспокойся, хозяйка Ща я его подчиню Рукав Момент Мой! 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 Давай, давай! Стоите! Я не попал! Я не на ногах! Стою! Держите! Я все покинусь! Тряпки несите! Ты знаешь, где у нас ненужные тряпки? Ага В Дашкиных вещах? Бабушки, беги! Хорошо! Хозяйка, если накинешь еще полтинничек, я могу Ивана отремонтировать Ага! Как-нибудь в другой раз! Как только мы начали этот эксперимент с доверием, количество заявлений удвоилось Я даже не знаю, чем это объяснить А вы? Бабушка, а пыль с книг тоже стирать? Бабушка? Да я попросила их называть меня бабушкой Так хочется, чтобы кто-нибудь назвал тебя бабушкой Они будут! Правда, девочки? Да Да Все Что все? Уже закончилось Молодец, умница девочка Ой! Что? Вы не могли бы принести мне воды? Конечно Конечно Мне надоело участвовать в этом дешевом спектакле Они в таком уж дешевом по двести рублей обещали Я не хочу больше никого обманывать Ну, кого ты обманываешь? Кого, Галенька? Ты тут никого не обманываешь, обманывай только бабушка Я все равно все расскажу Я тебя умоляю Вот, Ваша вода Благодарю Вас Ой, она теплая, пожалуйста, лед в холодильнике Ой Ой, сейчас Ой Галенька, я тебя умоляю Хорошо Хорошо Я отработаю Но все заработанные сегодня деньги я отдам какой-нибудь нуждающейся старушке. Между прочим, напротив твоей квартиры живет очень одинокая и очень нуждающаяся старушка. Иду. Антонина Семеновна. Антонина. Сейчас я заеду. Бабушка! Старые вещи. Быстрее, все что угодно. Бабушка, надо нож. А, ее вы тоже просили называть вас бабушка? Это топ. Бабушка, я сейчас буду страшно потопнула. Секта! Не ходите ко мне, секта! Не ходите по помощи! Подождите. Прекратите сюда ходить. Антонина Семеновна теперь под моей опекой. Под моей опекой? Похоже, у меня назревает новая дедушка. Да, беда не приходит одна. Эй, продавец! Есть кто-нибудь? Продавец! А-а-а! А-а-а! В Боснецово? А что ты тут делаешь? Так, продавца ищу, да? Продавец! А я бинты хотела купить для голеностопа, а не кого. А ничего, ничего. Я им сейчас всю жалобную книгу распишу, как дневник полежайки. Ну, безобразие, да? Действительно, безобразие. А тут, кстати, рядышком магазин хороший, соседний тоже спортивный. Можете туда сходить? Ну, а нам не нужен соседний. Нет? Женщина, вам, судя по всему, нужен барабан? Мы ими не торгуем. Безобразие! Я 20 минут не могу достучаться до продавца. Представляете? Женщина! Зачем уж стучать, когда можно просто позвать? Женя! Женя? Обслужи, пожалуйста, клиента. Ты понимаешь, Женя, что из-за твоего обмана твоя любимая школа могла бы остаться без призовых мест. А твой любимый директор твоей любимой школы без премии. Простите меня, пожалуйста. Я не могла уйти с работы. Не, ну мы же-то с Кириллом и смогли сейчас уйти с работы. А ты даже не смогу. Простите меня, пожалуйста, но я не могу. Ну хорошо, Васнецова. Я тебя прощаю. Правда? Правда, правда. Но только вот боюсь, твоя любимая школа тебя не простит и будет мстить на каждом уроке, особенно на химии. так что, решай. Отлично. Теперь либо идти в школу и сидеть дома с грамотой, либо остаться на работе и сидеть дома с проблемами. А что если? А что если? Ну вот, ну, давай. Твоя мечта сбылась. Сегодня, пока я буду на соревнованиях, ты будешь настоящим продавцом. Класс. Зарплата скоро будет? Да. Сегодня вечером. Голубцами. А тебе даже премия полагается. Пельменями. Владей. Давай. Классная у Женьки работа. Интересно, сколько она у миссис Голубцов и пельменей получает, а? Умницы. Теперь за хорошую работу получите хорошие деньги. Каждому по 200 рублей. Ого! За эти деньги вы? Я сама всю квартиру убрала. Если бы была здорова, конечно. Ну, девочки, на сегодня вы свободны. Теперь будете ходить сюда одни. Надеюсь, что не заблудитесь. Да нет, мы тут рядом живем. Ну, а я должен сходить к вашим соседям составить социологический портрет. Пойду. Зачем, зачем, зачем? Я сама вам весь их портрет расскажу. Вы меня не так поняли. Я должен составить не их, а ваш портрет. Понимаете? Доверие доверием, но к соседям сходить надо. Нет, нет, нет. Что вы? Что вы? Ой, какие-то страшные люди. К ним даже милиционер боится заходить. Один зашел и до сих пор не вернулся. Ну, ничего не поделаешь. Вот теперь-то он все и узнает. Может, ему взятку дать? У меня как раз 200 рублей есть. Скажите, пожалуйста, это хорошие лыжи? Эти лыжи? Ну, эти лыжи. Слушайте, а зачем вам эти лыжи? Возьмите лучше вот. Эх, 32 килограмма. Ручка. Господи, как же она удобная. А еще всего за 1000 рублей. А, пакетик-подарок. Ну, как дела? Отлично. Продал 160 килограмм товара. Ах, чего? Пять гирь по 32 килограмма. А еще вот. Этот за 1000 рублей. Этот за 600. Этот за 400. Сейчас скоро за ними придут. Плежайкин, ты что, ослеп? Они же в два раза дороже стоят. Да я знаю. Но они меня так упрашивали. Кто? Они. Добрый вечер. Забирай, Плежайкин. Молодец. Пять по физкультуре и по химии. Да, и по математике тоже пятерка. Ну, надо же, такой молодец. Так быстро все поделил на два. Кузнецова, до свидания. Да, этот выздоравливает, а кран пока нет. Маш, включи какую-нибудь музыку, чтобы этого поворотчения было слышно. Тут что-то Дашкина. Хозяина? Мама. Есть ножичек побольше, мне бы подрезаны. Е-мое, сколько вина пролил. Да сколько же можно, а? От вас одни неприятности. А вы на меня не кричите. Это я от вас пострадал. И он мне по-разному рубашку испортил. Как я теперь к сыну на свадьбу пойду? Так что жертва я. А не вы. Я? Жертва. Кто там? Очень слышно. Поэтому мы должны выяснить материальное положение вашей соседке напротив. Вы? Так, вот значит, какая вы опека. Уже материальным положением интересуетесь. Думаете, нашли одинокую вторушку. Знаю я вас таких. Только там вам ничего не светит. Бабушка, это наша. И квартира тоже скоро будет наша. Она нам обещала. Вот. Ничего себе, как сектанты пенсионерку обработали. Да? Да. 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 Друг. Кто-нибудь заберет уже эту жертву. Маша, а ты чего держишь человека в дверях? Молодой человек, вы проходите. Пожалуйста. Ой, что-то его долго нет. Надо было самим во всем признаться. Ваши соседи, они, они… Простите меня, пожалуйста. За что? Все, что вы сказали про них, правда? Да-да-да. И милиционера пропавшего я видел. Боже мой, что они с ним сделали. На милиционера он больше не похож. Мало того, эти сектанты покушаются и на ваше имущество, и, может быть, даже на жизнь. Боюсь, что я… Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Согласно заявлению, которое вы подписали, в случае угрозы жизни пенсионера, служба предоставляет ему социально-медицинское учреждение. Санаторий, санаторий, санаторий. Лучше! Дом престарелых. Я не поеду в дом престарелых. Конечно, согласно заявлению, служба берет на себя все расходы по переезду. Кросс. Первое место. Евгения Васнецова. АПЛОДИСМЕНТЫ Прыжки в длину. Первое место. Евгения Васнецова. АПЛОДИСМЕНТЫ Прыжки в высоту. Первое место. Евгения Васнецова. Е-е-е-е. И приседания под аплодисменты. Первое место. Евгения Васнецова. Что такое? Ой, извините, а я думал, все в вактном зале Полежекин, там для таких, как ты Написано ремонт Так, о чем это я? Евгения Васнецова получает все три грамоты Здорово, да? Вот принесу их в магазин вместо мячей Обрадуется хозяин Что такое? Извините, опоздал, думал, все в вактном зале Так, тишина в классе А вот и заслуженные призы За победу во всех трех номинациях Не надо, не надо мне никакого дома престарелых Не хочу Это наша бабушка, она не одинока, понимаете? Не забирайте дом престарелых, это наша, наша бабушка Не волнуйтесь, я все устрою Это будет самый лучший дом престарелых Да что тут происходит? Они хотят меня забрать в дом престарелых Какой еще дом престарелых? Зачем? Мы сами о ней позаботимся Не сомневаюсь Мам, этот машинник хочет забрать квартиру нашей бабушке Эта квартира вам не достанется, сектанты проклятые Она уже бумагу подписала Вот, пожалуйста, Антонина Семеновна, не волнуйтесь Закон на нашей стороне Спасибо за помощь Теперь нам точно труба Значит, вы все родственники, что ли? Угу И получается, в нашей опеке вы не нуждаетесь Если что, за вас есть кому заступиться Простите Да, я-то прощу Ну и девочки уже могли бы помогать пенсионерам, которым реально нужна их помощь Вот в вашем подъезде живет женщина, которая вообще не ходит Девчонки, у меня сейчас воду отключили, а у вас? А вот и она Пришла Тимурович Значит, вам больше здесь некому помогать А можно многодетным семьям У меня как раз есть одна на примете Нет, это не предусмотрено И вообще, мне кажется, эти эксперименты с доверием пора заканчивать Девочки, как хорошо, что все закончилось Ой Не все Классные калуцы У меня первый раз в жизни такая вкусная зарплата А можно премию? Конечно, даже грибочками А мне сегодня три грамта вручили и три мяча Мячи, правда, пришлось вернуть обратно в магазин Чтобы покрыть некоторые расходы Какой-то круговорот мячей в природе Мяу-мяу-хлю-хлю-хлю Я вас очень всех люблю Мяу-мяу-хлю-хлю-хлю Я вас очень всех люблю Мяу-мяу-хлю-хлю-хлю Я вас очень всех люблю Мяу-мяу Да, чудеса А еще утром эта бодрая всеми любимая женщина была одинокой и больной пенсионерой Чич Бабушка, а ты что, утром болела? Ты так, ревматизм А я тебе говорила Ешь витаминки Вот я ем пиковит и уже год у меня никакого ревматизма Мяу-мяу-хлю Мяушка, ты больше так не болей Если нужно, мы так все тебе уберем, правда, Даша? Правда Ну, если честно, Машка делает всю уборку сто раз лучше, чем я Ага Надо же Я могу делать комплименты Маше А давайте уже чай с тортом пить Да Ура Ура Давайте Зато не капает Видно, чай с тортом отменяется Как хотите Лично я могу торт и без чая поесть ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова